Гертруда Терушкина в торговле два десятка лет. Сейчас на витринах ее ролета одежда из России. Закрытая граница, уверяет предприниматель, сюрпризом не стала. Я съездила перед этим, зная о том, что границы закроются. Я так думаю, да, что это временное явление, что откроется все же и все будет снова. Самое главное, чтобы были покупатели. Бобруйский бизнес оказался не готов к эпидемии. Замок на границе для Светланы Куцеваловой – сплошное расстройство. Не успела закупиться впрок. Нас, конечно, это не устраивает, потому что вот закончится товар, и нам надо ехать за новым товаром. Где его взять? Стараемся даже не думать, что будет завтра, потому что что оно будет, мы совсем не знаем. Как предстоит дела и как будет развиваться событие, мы тоже не знаем. Хотелось бы разрешить эту ситуацию побыстрее. Закрытие границ на всех, по-моему, скажется не очень лучшим образом. Мы немножечко подстраховались, мы, скажем так, запас имеем. В администрации центрального рынка уверены, поводов для паники нет. С пустыми руками покупатели здесь не оставят. Закрытие границ сегодня не сказалось на работе рынка. Мы отслеживаем постоянно торгующих наших, это же наши деньги на развитие рынка, и видим, что рынок работает, все работают предприниматели. Бизнес замер в ожидании. Крупные компании и мелкие ИП сходятся в одном. Все это должно как можно скорее закончиться. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.